Всем привет! С вами Виктория! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня готовлю котлеты по-киевски. Очень вкусное и красивое блюдо, которое можно легко приготовить в домашних условиях. Стоит соблюдать лишь несколько основных правил. Котлеты по-киевски готовятся из куриного филе. Я купила куриную грудку и нам нужно правильно ее подготовить. Покупайте то количество грудок, на которое вы будете готовить. Я готовлю на 4 порции. Куриную грудку разрезаю вдоль, но не до конца и разворачиваю ее вот таким образом, чтобы получилось большое филе, в которое будет удобно заворачивать в рулетики. Если есть какие-то жирочки или лишняя часть, вот как у меня, то можно отрезать, чтобы получилось красивое, ровное, большое филе. Разрезать грудки вдоль нужно осторожно, чтобы не получилось никаких дырочек и отверстий, иначе начинка у нас может вылиться при приготовлении. А нам это не нужно. Следующий этап, куриную грудку нам нужно хорошо отбить. Для этого я взяла молоток и пакетик. И начинаю отбивать плоской стороной молотка. В принципе, если делать осторожно, то можно отбивать и не плоской стороной молотка. Я, например, отбиваю там, где куриная грудка потолще, стороной молоточка с зубчиками. Но делаю это осторожно, чтобы не образовалось никаких отверстий, ни дырочек. А там, где куриная грудка потоньше, в тех местах отбиваю, переворачиваю молоток и отбиваю плоской стороной молотка. Пакетик тоже нужно брать толстенький. Время от времени можно проверить, убрать пакетик и попробовать завернуть куриное филе в рулетик. Если получается слишком толсто и неудобно заворачивать, то можно отбить еще немного. Если заворачивается уже хорошо, то можно оставить так. Куриное филе для котлет по-киевски отбивается только с одной стороны. Затем я их солю и перчу и откладываю. Пусть они немного промаринуются. И пока займусь подготовкой других ингредиентов. Следующий этап. Подготовим льезон и панировку для котлет. Для этого в глубокую тарелку выбиваю 3 яйца. У меня яйца небольшие. В принципе, нужно рассчитывать пол яйца на одну котлету. Вот с таким расчетом. В яйца добавляю немного молока. Буквально 1 столовую ложку. Немного подсаливаю и взбалтываю. Льезон готов. В другую емкость накладываю 3 столовые ложки муки и подготавливаю тарелку с панировочными сухарями. Для этого лучше брать большую плоскую тарелку. Я буду использовать уже готовые панировочные сухари, но можно приготовить самим из белого хлеба. Предварительно перемолов его на блендере. Также нам понадобится сливочное масло с чесноком и зеленью. Я покупаю в Ашане уже готовое сливочное масло. Очень удобно. Котлеты готовятся намного быстрее. Не надо заморачиваться с маслом. Также такое сливочное масло легко приготовить в домашних условиях. Для этого понадобится сливочное масло хорошего качества, минимум 82% жирности, чеснок и петрушка. Размягченное сливочное масло смешиваем с выдавленным чесноком и мелко нарезанной петрушкой. Все хорошо перемешиваем, сворачиваем в целлофановый пакет в колбаску и убираем в морозильник на 30 минут. И затем используем по назначению. С расчетом 50 грамм сливочного масла на одну котлету по-киевски. И настал самый любимый и ответственный момент. Формируем котлеты по-киевски. Выкладываем кусочек сливочного масла в центр куриной грудки и подворачивая края с двух сторон, туго скручиваем в рулетик. Можно завернуть сливочное масло сначала в малое филе и затем в большое филе куриной грудки, чтобы быть уверенным, что начинка не вытечет. Но я делаю так, у меня получается все прекрасно и ничего не вытекает. Также я завернула один рулетик в обычный кусочек сливочного масла, потому что ребенок у меня не любит сливочное масло с чесноком и петрушкой. Как вариант, если вы тоже не любите сливочное масло с чесноком и петрушкой, то такие котлеты можно готовить просто со сливочным, немного подмороженным маслом. Все котлеты по-киевски сформированы, приступаем к панировке. Сначала запанируем котлету в муке, лишнюю муку стряхнем, затем в яйце и в панировочных сухарях. И опять в яйце. В яйце это удобно делать с помощью двух вилок. И опять в панировочных сухарях. Получается двойная панировка. И прямо вот так хорошо все приминаем руками. Нужно, чтобы панировочные сухари очень хорошо прилипли к нашей котлете. И начинка у нас не вытекла. Посмотрите, какая красивая котлетка получилась. Прелесть. И продолжаем. Опять в муку, в яйцо, в панировочные сухари. Обваливаем, немного формируем. Опять в яйцо и панировочные сухари. Смотрите еще больше рецептов на моем канале и подписывайтесь на мой канал. Все ссылки блюд с мясом, котлеты я вам оставлю в описании под видео. У меня вкусные проверенные рецепты. Новые видео выходят два раза в неделю. Затем в сотейник глубокую сковороду или кастрюлю наливаем растительное масло. Растительного масла нужно налить столько, чтобы они покрывали котлеты хотя бы наполовину. Но я рекомендую налить все-таки побольше. Масло нужно хорошо разогреть и в раскаленное масло выкладываем котлеты. Я обжариваю по одной котлетке поочередно. У меня их немного, 4 штучки, чтобы они хорошо прожарились со всех сторон. Обжариваем примерно по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Доготавливаться котлеты у нас будут в духовке. Обжаренные котлеты помещаем в жаропрочную емкость. Духовку разогреваем на 180 градусов и будем доводить котлеты до готовности еще 15-20 минут. Определить готовность котлет в духовке можно по шипению. Когда котлеты зашипят, значит они уже готовы. Здесь главное их не передержать, иначе они могут лопнуть, начинка вылится. Котлеты по-киевски нужно обжаривать во фритюре и доводить до готовности в духовке непосредственно перед подачей самих котлет. Иначе получится невкусно. Котлетка будет остывшая, сливочное масло внутри будет немного застывшее и уже не будет так красиво выливаться из котлетки при ее разрезе. Не забывайте и учитывайте это при приготовлении. Котлеты подаем с гарниром, который вы любите. Я в этот раз подаю с картофелем, помидорами и зеленью. Сейчас я вам разрежу котлетку и покажу, какая она получилась внутри. Посмотрите, хрустящая корочка в сочетании с нежным куриным филе и ароматной начинкой это просто прелесть. Такие котлеты обязательно нужно приготовить и порадовать своих близких и родных. Если рецепт вам понравился, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши отзывы и комментарии. Мне очень приятно, когда вы пишите ваши отзывы, комментарии или хотя бы смайлик или спасибо. Я всем желаю приятного аппетита, прекрасных вам котлеток и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория. Пока-пока!